Здравствуйте, дамы и господа! Точнее, яссу или яссос. Так будет здравствуйте по-гречески. И сегодня мы с вами совершим виртуальное путешествие в эту солнечную страну, чтобы узнать нюансы местного этикета. Поговорим о жестах, традициях и современном укладе жизни. Итак, путешествуя по Греции, помните, что некоторые привычные нам жесты там имеют совершенно другое значение. Например, раскрытая ладонь, направленная к собеседнику с растопыренными пальцами, это символ крайнего возмущения. А жест, похожий на привычное нам пока, равносилен фразе «иди сюда». Если местный житель поднял брови и запрокинул голову назад, это означает резкое отрицание. Человек говорит вам «нет». А один кивок головой, как и у нас, означает «да». Еще обратите внимание, что вот такой знак, похожий на «Ок» в Греции, считается крайне вульгарным. Поэтому, если вы хотите сказать, что у вас все хорошо, сожмите ладонь в кулак и направьте большой палец вверх. А теперь перейдем к отдыху. В Греции вы наверняка захотите посетить местные кафе и рестораны. Учтите, что греки завтракают с раннего утра и до полудня, обедают с 17 до 18 вечера, а ужин начинается в 8 вечера и даже позже. Это нужно учитывать, назначая встречи после обеда или после ужина. Порции в местных заведениях очень большие. Будьте к этому готовы и можете заказывать одно блюдо на двоих. Кстати, во многих кафе и ресторанах чаевые уже включены в счет. Проверить это можно, внимательно изучив чек. Если там есть вот такая надпись, звучит она как «Империсия» и означает «сервис» или «обслуживание». Так вот, если надпись есть и рядом с ней проставлены цифры, это означает, что чаевые уже включены. Но даже в этом случае официанту стоит оставить пару монет. Но если чаевые не включены, тогда оставляйте от 10 до 20% от общей суммы по чеку. Кстати, чаевые в Греции приветствуются, особенно в гостиницах. Их можно оставлять носильщикам, горничным, барменам и так далее. Дело в том, что владельцы гостиниц зачастую платят своим сотрудникам достаточно мало, считая, что основную часть дохода они должны получать из чаевых. Это мотивирует их к улучшению сервиса. А еще к хорошей работе местных жителей мотивирует отдых. В Греции даже есть поговорка «хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает». И речь не о вечернем отдыхе, днем, а именно с 3 до 5 у греков сиеста. В этот период жизнь замирает. Кафе, рестораны, магазины и другие учреждения закрываются. Люди не звонят друг другу и крайне мало общаются. Многие спят. Поэтому если вы увидите человека, задремавшего прямо на улице, лучше не тревожить. Из личной практики даже водитель рейсового автобуса может днем отправиться отдыхать. И пассажиры будут два часа его ждать. Никаких претензий в сиеста. А в целом греки очень гостеприимные и дружелюбные. Они с удовольствием знакомятся и даже могут пригласить нового приятеля на семейный обед. Если вам выпала такая честь, то ни в коем случае нельзя отказываться. А по дороге в гости не забудьте прихватить с собой презент, напиток, сладости или какой-то сувенир. Но не торопитесь приходить к назначенному времени. Дело в том, что светский этикет в Греции позволяет вам быть нефунктуальными. Опоздать на обед или ужин на целых 30 минут нормально. К счастью, это не относится к деловым отношениям. Там пунктуальность приветствуется. Во время застолья греки говорят тост. И если один из них прозвучал в вашу честь, то по правилам этикета вы должны сделать ответный ход. И сказать тост в честь хозяев дома. А и, конечно, греки любят танцевать. И присоединившись к танцам, гость выкажет свое почтение. Поэтому не стесняйтесь и пускайтесь в пляс. А на прощание радушные греки обмениваются дружескими поцелуями в щеку. Будьте к этому готовы. И не забудьте поблагодарить за вечер. Спасибо по-гречески звучит как эвхариста. Пожалуйста, паракалу. Отдыхайте культурно, а значит красиво. До новых встреч!